Чудесные единороги Еще Юлий Цезарь, описывая свое завоевание Галии, сообщал о странных существах, обитающих в дебрях Гарцианского леса в Германии и похожих на быка с телом оленя. В середине лба, у которого между ушами, растет один рог, длиннее и прямее любого из до сих пор известных. А до Цезаря свои впечатления о загадочном единороге привез Ктесий Кницкий в 416 году до н.э. из Персии, где он пребывал долгое время при дворе Дария II. Строго говоря, это были не его собственные воспоминания, а рассказы индийских купцов и путешественников. Но автор клянется, что им можно доверять. Вот что можно прочесть у Ктесия о существе размером с лошадь, которое он, да и независимо от него многие другие, называют индийским диким ослом. У него белое тело, коричневая голова и синие глаза. На голове у него рог длиной около локтя. Порошок, полученный из этого рога, используют в качестве средства против смертоносных зелий. Животные сии чрезвычайно скоры и сильны, так что ни одно существо, будь то конь или кто иной, не справится с ними. Если не считать некоторых подробностей, то Ктесий описывает единорога точно таким, каким он предстанет на европейских гобеленах добрых два тысячелетия спустя. И Геродот, и Аристотель, великие ученые умы древности, также упоминают об однорогом диком осле, вера в которого была на Востоке обычным явлением. Кто такой Буцефал? Согласно легенде, Александр Великий впервые повстречался с единорогом, когда ему было около 13 лет. Единорога по имени Буцефал, буквально, хотя и не слишком поэтично быкоголов, привели к его отцу, царю Македонии Филиппу, а продавал его некий фессалиец по имени Филоник. На каждую попытку оседлать его, он брыкался с такой яростью, что скоро все лучшие наездники оставили это бесперспективное занятие. В состязание дерзнул вступить Александр. Его царственный отец сначала не обращал на этот порыв никакого внимания, но мальчик настаивал, и, наконец, царь сказал несколько раздраженно, «Ты что, считаешь себя более искусным, чем эти взрослые войны?» На что будущий полководец заявил, что сможет справиться со зверем лучше самого ловкого и сильного воина. Отец занервничал, «А если у тебя не выйдет, чем согласен ты заплатить за свою горячность?» Сын ответил, что он заплатит цену Буцефала. Филипп дал согласие, пообещав в случае победы подарить ему единорога. Храбрость или безумие Услышав о таком пари, все собравшиеся стали смеяться и спорить между собой, что это – чудесная храбрость или простое безумие. Александр был мал ростом даже для своего возраста, а рядом с большим единорогом выглядел и вовсе ребенком. Но он был наблюдателен и заметил в предыдущих попытках несколько ошибочных приемов. Все подходили к Буцефалу, как к коню, чью волю необходимо сломить. Александр же почувствовал, что единорог возьмет всадника, если только сам того пожелает. Кроме того, перед тем, как оседлать животное, ему на голову набрасывали плащ, что, вероятно, пугало его. Что же предпринял Александр? Он показал животному, что не намерен действовать так же. Развязав тесенки своего плаща и сбросив его на земь, он ясно дал понять Буцефалу, что при нем нет никакого оружия, плети или веревки. Затем применил еще одну хитрость. Он заметил, что Буцефала явно раздражали длинные тени, отбрасываемые стоящими вокруг него людьми. И вот, ухватившись за узцы, он отпустил державших животное конюхов и повернулся так, что низкое солнце стало бить прямо в глаза Буцефалу. Оставшись беззащитным, поклонился ему в пояс и сказал «Приветствую тебя, благородное животное! Я пришел с дружбой, так позволь мне ныне только раз прокатиться на твоей спине, а потом ты можешь избрать свободу». Единорог подступил ближе и склонил голову так, что его сияющий рог почти коснулся груди мальчика напротив сердца. По толпе пробежал ропот. Прошла, казалось, вечность, и вдруг Буцефал опустил острие своего рога к земле и весь дрожа предложил юноше вскочить на него. Говорят, что Филипп плакал от радости и гордости за сына, а когда тот спешился, расцеловал его и воскликнул «О сын мой, ищи себе царство равного тебе и достойного тебя, ибо Македония слишком мала, чтобы вместить тебя». Буцефал сопровождал Александра почти до конца его дней и носил его во всех главных сражениях при завоевании Египта и Персидской империи. Похоже, что нечто от характера единорога вошло в плоти кровь Александра. Юный герой стал знаменит своей справедливостью, сдержанностью и милосердием к сдавшимся врагам. По обыкновению Александр ездил на единороге только в сражениях. В походе Буцефала перевозили в удобной клетке, «Легенда и история» соглашаются в том, что Буцефал погиб в последнем крупном сражении Александра против индийского царя Пора на берегу Гидаспа, одного из пяти могучих рукавов реки Инд. Его уход был плохим предзнаменованием. Удача Александра отвернулась от него. Солнце его славы закатилось. И хотя Александр с большим трудом, но все же выиграл сражение против Пора, это была его последняя большая победа. Достоверные сведения Особый интерес единорог всегда вызывал у народов Германии. В средние века грациозные изображения этих животных, которых они называли Айнгорнами, наводняли тамошние церкви и дворцы. Горный массив Гарц в центральной Германии издревле считался местом их обитания. По сей день близ Шартсфельда есть пещера с названием Айнхорнхоле. Когда-то давным-давно неподалеку от этого места жила одна мудрая старая женщина. Со всей Гардской округи стекались к ней люди за помощью. Она кому гадала, кому помогала исцелить недуг, кого одаривала чудодейственными амулетами. Это сильно раздражало местных церковников. Вот они и объявили ее ведьмой. Убедив короля франков, которому подчинялись эти владения в своей правоте, ему удалось добиться преследований этой женщины. Королевские гвардейцы и монах взбирались на гору, когда женщина вышла из своей пещеры и поглядела на них с таким презрением, что они на мгновение растерялись. Но потом сказали один другому, «Это всего-навсего старуха! Что может она нам сделать?» Только прозвучали эти слова, как из леса навстречу им вышел единорог, сияющим в лесном сумраке рогом. Он быстро поднялся по склону к мудрой женщине и преклонил перед нею колени. Старуха взобралась ему на спину и исчезла. Началась погоня. Но солдаты скоро отстали, проклиная тяжесть своих доспехов. А вот монах все же сумел догнать ее. И только он приготовился ее схватить, как она сделала в воздухе какой-то знак, и монах провалился сквозь землю. Подоспевшие солдаты нашли там лишь глубокую яму, на дне которой лежал разбившийся насмерть несчастный священнослужитель. Там они его и похоронили. А пещеру назвали тем именем, которое она носит и поныне. Вещественные доказательства Спустя несколько веков, в 1663 году, был обнаружен большой скелет единорога, что вызвало настоящий ажиотаж. Скелет нашли среди груды других ископаемых останков в известняковой пещере близ Кведленбурга, на севере гор Гарца. Последовало бурное судебное разбирательство, и владелицей была признана Аббатиса местного монастыря. И даже несмотря на ее жесточайший надзор во время раскопок, скелет все же был поврежден и извлечен на поверхность в печальном виде, представляющем груду разломанных костей. Научное исследование проводил знаменитый в то время естествоиспытатель Отто Герике. На рисунках, которые он сделал, скелет найденного животного выглядел довольно жалко. На нем отсутствовала половина позвоночника и вся задняя часть. Но главное, сохранился череп, чудесным образом сохранившийся в целости и сохранности. А на нем крепко сидящий, прямой, конусообразный рог двух с лишним метров длиной. Спустя столетия еще один скелет обнаружили в Вайнхонтхоле. Обе находки были изучены философом, математиком и естествоиспытателем Лейбницем. После чего он решительно заявил, что эти кости заставили его, отбросив прежние сомнения в сторону, раз и навсегда поверить в единорога. В декабре 1991 года в интервью журналу «Диганце Вох» знаменитый австрийский зоолог Анталфестетикс, профессор Геттингенского университета, сделал ошеломляющее заявление. Он снимал документальный фильм о природе горного массива Гардс и однажды, выехав верхом с видеокамерой в район Айнхонтхоле, вдруг увидел, как навстречу ему скачет галопом единорог. От него исходило свечение, моя лошадь попятилась и чуть не сбросила меня. Затем с такой же быстротой, как и появился, он исчез. Это заявление было повторено в апреле 1992 года в телевизионном интервью, где ученый утверждал, что успел заснять эту встречу на видео. Скептикам предлагалось посмотреть запись в Геттингене, так как в телевизионной программе она показана не была. Вопрос о том, насколько серьезным было это заявление, остается открытым. Какова бы ни была правда, в наши дни трудно представить себе место более вероятной встречи с единорогом, чем эти края. Один из последних в Европе уголков настоящей дикой природы, кусочек дремучего, заколдованного леса. Последнее убежище такого существа, как единорог, не способного выносить близкое соседство с человеком. Чудодейственный оликорн Рог единорога или оликорн – причина не только его славы, но и падения. Наилучший способ уберечься от яда – пить из оликорного сосуда. И великолепные их экземпляры сохранились до наших дней. Считалось, что такие сосуды не только охраняют от ядов, но и способствуют счастливой, здоровой, долгой жизни их владельцев. За неимением чаши срез или скол Рога мог действовать ничуть не хуже, и многие богачи носили такие украшения на шее, на золотых и серебряных цепочках. Для выявления ядов в пище те, кто могли это себе позволить, использовали ножи с оликорновыми ручками. Цельные Рога были по-прежнему большой редкостью и составляли огромную ценность. Один Рог мог стоить целый город. Так, в 1550 году Папа Римский заплатил 17 тысяч дукатов за прекраснейшие из когда-либо виданных оликорнов, которые искусно оправив в золото и серебро преподнесли в дар французскому королю. А в 1584 году русский царь Федор Иоаннович во время коронации держал жезл, в который был вделан метровой длины оликорн, купленный у габсбургских купцов за 7 тысяч рублей серебром. Но самым известным среди всех был Рог, принадлежавший королеве Елизавете I. В списке сокровищ британской короны он числится как Виндзорский Рог и оценивался в 10 тысяч фунтов стерлингов, около 10 миллионов по нынешним ценам. После Елизаветы король Яков I заплатил 10 тысяч фунтов стерлингов за другой Рог, оказавшийся подделкой. Как только это выяснилось, для Якова этот Рог мгновенно потерял почти всю свою ценность. А вот в 1994 году поддельный Рог Единорога был продан аукционным домом Кристис в Лондоне почти за полмиллиона фунтов стерлингов. Его признали подделкой 12 века, но он как бы впитал в себя за все эти столетия что-то от магии Единорога и излучал нечто такое. Вот как описал свое первое впечатление от него Дэвид Экзердиан, руководитель отдела скульптуры фирмы Кристис. Он был завернут в газету внутри картонной трубы, но как только я взял его в руки, я почувствовал, что нахожусь в присутствии чего-то великого и из ряда вон выходящего. Что-то такое было в самой его тяжести, а также в безусловной красоте его рельефа. А в нем содержалась почти физически ощутимая энергия, как будто что-то побежало по всем жилам. А может быть, это не было подделкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова